Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Язвенный колит обнаруживается у 35-100 человек на каждые 100 тысяч жителей, то есть затрагивает менее 1,1% населения. Неспецифический язвенный колит встречается в разы чаще. Большинство случаев диагностируют в возрасте 15-25 лет или же 55-65 лет. Приблизительно у 5% пациентов в дальнейшем возникает рак толстого кишечника. Как не столкнуться с этим, нам расскажет гастроэнтролог-гипотолог, соучредитель Азербайджанской ассоциации гастроэнтрологов-гипотологов Ашзу Гусейнова. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Доктор, что такое колит? Что скрывается под этим диагнозом? Ну, под диагнозом колит очень часто пациенты подразумевают целый ряд заболеваний. Самоопределение слова колит, гастрит, если в конце есть это окончание it, это обязательно гистологическая верификация этого диагноза, то есть гистологически подтвержденная при биопсии. Но если мы будем говорить в целом просто про все те виды, скажем так, нарушение дискомфорта, болей примерно в области брюшной полости или какие-то другие проблемы, связанные с толстым кишечником, то там диапазон вот этих вот кишечных заболеваний, он очень широк. То есть это и начиная от, в принципе, безобидных, но причиняющих большой дискомфорт пациентам, это нарушение анатомии самого толстого кишечника, это проблемы, связанные с синдромом раздражённого кишечника, это очень актуальная проблема, значит, это инфекционные колиты, связанные с простейшими инфекциями, с различными вирусами, и также вплоть до, то есть вплоть до видов колита, которые действительно несут большую угрозу пациенту, если вовремя это не диагностировать, если это вовремя не предпринимать меры и не держать пациента под контролем. Вот, ну, язвенный колит — это аутоиммунное заболевание, язвенный колит, болезнь крона. Болезнь крона, он поражает не только толстый кишечник, но поражает и тонкий кишечник. Очень часто у этой категории пациентов с аутоиммунными заболеваниями кишечника бывает целый ряд других стигм, других вне кишечных проявлений, то есть это и могут быть высыпания на коже, это автвалгии, это проблемы с, скажем так, как с опорно-двигательным аппаратом, с поясницей, допустим, проблемы с глазами. То есть это всё, да-да-да, аутоиммунные заболевания других органов, то есть они как бы всегда немножко сочетаются. Вы очень правильно сказали, что манифестация именно этих аутоиммунных заболеваний очень часто бывает вот в подростковом, молодом возрасте, и уже у пациентов выше 50-60 лет. Доктор, вот мы в начале передачи отметили, что колит может превратиться в рак. Но всегда ли это так опасно? Может ли быть, что заболевания толстого кишечника, могут ли быть они не опасными? Да, конечно, если разговор идёт об неспецифическом язвенном колитии или болезни клона, то есть это аутоиммунные заболевания, там обязательно их нужно отслеживать, правильно, грамотно вести и лечить. Обязательно. Но если вы задаёте вопрос относительно того, что какие другие виды и формы кишечных заболеваний есть, это, как я говорила, там целый ряд заболеваний, которые даже и не относятся к болезням, а больше относятся к синдромам, синдром подвижной кишки, допустим, там длинные брыжейки или послеоперационные какие-то иногда бывают спаечные болезни, или у пожилых пациентов бывают ишемические колит, допустим, или опять-таки тот же самый синдром возражённого кишечника, который причиняет большое беспокойство пациенту. Они, в общем-то, при правильном введении, они не приводят к онкологическим проблемам, если только у этих пациентов в роду нет онконостороженности. Если у пациентов есть онконостороженность, то есть у родственников первого ряда, у них наблюдаются новообразования толстого кишечника, это очень-очень важный момент. Их обязательно нужно мониторировать, нужно за ними следить, они периодически должны приходить вовыми на обследование, чтобы, и считается, что если у родственников, допустим, в 50 лет возникло какое-то онкологическое заболевание толстого кишечника, то другие, начиная примерно с 40 лет, должны уже проводить свои обследования. То есть болезнь может... То есть всегда нужно предупреждать канцеропривенцию, предупреждение заболеваний толстого кишечника, онкологических заболеваний. А какие симптомы могут нам указать на колит, на заболевания толстого кишечника? Я понимаю, что это какая-то боль, но какого характера это боль? И всегда ли боль это колит? Нет. Боль это не всегда, не во всех случаях это означает колит. Я извиняюсь, иногда элементарное скопление газов тоже дает очень сильную боль. И тогда пациентам просто нужно больше следить за своей диетой. Что характерно, допустим, если мы говорим о неспецифическом язвенном колите, или сейчас будем о других видах колита тоже. Значит, да, там существуют симптомы тревоги. Симптомы тревоги, если пациент теряет в весе. Если у него чаще появляется ночной стул, примесь крови в стуле. Если у него есть определенные изменения картины крови, характерные именно для этого заболевания. То есть гемоглобин падает? Нет. Там больше бывает лейкоцитоз воспалительный, да, инфламаторий. Воспалительный процесс, там может подняться цирреактивный белок обязательно. Он как один из маркеров воспалительного процесса в толстом кишечнике. То есть это явные симптомы тревоги. Опять-таки, но иногда в этом случае обязательно нужно делать колоноскопию. Если есть эти симптомы тревоги. Делать колоноскопию, брать биопсию обязательно. И гистолог нам дает, значит, наш завершающий, скажем так, диагноз. Что касается боли, боль, она присуща очень многим заболеваниям толстого кишечника. Я говорила об этом, сейчас я повторю опять. То есть это и инфекционный колит, энтероколит. Это и дивертикул, дивертикулит, дивертикулез. То есть это заболевание мышечной стенки кишечника, не несущая большую опасность, если вовремя диагностировать и правильно ввести. И, к слову, дивертикулярная болезнь, например, она возникла после того, буквально последние 170 лет, после того, как возникла мукомольная промышленность и мука высшего сорта. Как бы это вафинированные продукты, да, вот они вот приводят к слабости мышечной стенки толстого кишечника. Вот, это вот, он даёт боли, дискомфорт. Таких больных нужно обязательно отслеживать, нужно за ними смотреть. Очень много, опять-таки, ишемический колит даёт боли, характерные для пожилых людей, для пожилых пациентов с атеросклерозом, чаще всего сосудов бручной полости. У них эта боль возникает после еды. В общем, боль – это всегда вопросы, которые нужно решать с врачом. Боль – это благо. Боль – это действительно большое благо для организма. Почему? То есть сигнал, что нужно заняться собой. В чём дело? Почему болит? Очень часто, кстати, вот очень хорошо вы останавливаетесь именно на этом, бывают, нередко бывали ситуации, когда воспалительные процессы кишечника, банальный аппензицид у пациента, он принимает обезболивающие, так делать нельзя. Обезболивая, он выключает эти рецепты, пациент не чувствует боль, и потом это может закончиться более серьёзными осложнениями. У аппензицидов, знаете, что серьёзное осложнение – это перитонит. Да, можно умереть, если вовремя операция. Если вовремя, да, совершенно верно. На какие ещё моменты должен обратить пациент внимание, кроме, конечно, какой-то боли, дискомфорта? Есть ли какой-то ещё момент, который будет говорить, что с толстым кишечником что-то не так? Да, конечно, обязательно нужно обращать внимание на частоту стула. Так, при, допустим, при неспецифическом язвенном колите частота стула отражает тяжесть ситуации. Кроме того, бывает так, что у пациентов очень сенситивных в неврологическом плане, то есть пациенты с синдромом воздражённого кишечника, у них тоже бывает частый стул, но их частый стул бывает больше в первой половине дня. Так, то есть это связано с нервной системой. А частый стул — это сколько раз в день? Норма, что такое норма? А, что такое норма, это тоже очень хороший вопрос. Тут нет очень чётких критериев, но считается, что если стул больше, чем три раза в день, он уже бывает частый. Значит, кроме частоты стула, ещё обязательно нужно обращать внимание на консистенцию стула, на его наличие крови, примесей, других воспалительных моментов, как бы, это то, что бывает хорошо видно на развернутом анализе, на КА-программе. А как возраст связан с видами колита? Ну, возраст с видами колита... У детей могут быть чаще эзонофильные колиты, допустим, нередко это наблюдается у маленьких детей. Также инфекционные виды, они во всех возрастных категориях бывают. Те аутоиммунные заболевания, аутоиммунные колиты, о которых мы говорили, они чаще всё-таки бывают у пациентов, значит, примерно, начиная с подросткового возраста, ну, примерно до 30, как бы, манифестация. И уже в более пожилой категории. В пожилой категории у пациентов это может быть, как я сказала, девятикулярная болезнь кишечника, это может быть ишемический колит, это может быть также дискомфорт, связанный с удлинением кишечника, он причиняет очень часто пациентам дискомфорт, они пугаются, боятся, не понимают, в чём дело, у них происходит задержка стула, накапливаются газы, это всё как бы у чувствительных пациентов, у них вызывает, скажем так, страх, просто им нужно вовремя и правильно обследоваться. А какая группа населения всё-таки больше сталкивается с колитом? Это те пациенты, у кого среди родственников есть онкологическая настороженность. Их нужно, как я уже говорила, обследовать чаще, детальнее. Те пациенты, которые принимают различные химиопрепараты, те пациенты, которые получают, есть даже такая форма колита, лучевой колит. После онкологических, когда они получают лечение из-за онкологии каких-то там органов. Потом, в общем-то, во всём мире принято, что после 50 лет, если у пациента нет онконаостороженности, нет каких-то других заболеваний, нет симптомов тревоги, и пациент себя чувствует идеально, хорошо, но всё равно в 50 лет должна быть первая колоноскопия. Очень часто именно в этом возрасте мы у пациентов выявляем полипы, которые на тот момент не являются опасными, скажем так, то есть вовремя выявляем. Есть пациенты, которые не приходят вовремя к нам на обследование, и очень часто бывает так, что даже, допустим, они испытывают дискомфорт, ну, скрывают, не говорят об этом. Ну, это малоприятная процедура. И тоже очень много таких, и когда уже мы, они приходят на обследование, уже бывает поздно. Я заметила, что очень много болезней поменялись в период пандемии, то есть картина поменялась. Вот как именно коронавирус повлиял на картину колита? И еще один момент. Как сезонность влияет на это заболевание? Сезонность из-за того, что возникают сезонные гриппы, допустим, сезонные острове респираторные заболевания, сезонные вирусные заболевания. Любое вирусное заболевание может потом, обыкновенный вирусный грипп, дать толчок и к аутоиммунным заболеваниям, и ко всем другим видам заболеваний толстого кишечника тоже. Допустим. Поэтому в плане сезонности это так. Но коронавирус, он тоже вирус. Коронавирус, он вирус, совершенно верно. Коронавирус, он очень много исследований на эту тему проводилось, очень много исследований и проводятся сейчас. Мнения различные, исследования тоже очень интересные. Еще в прошлом году китайские врачи проводили исследования и доказывали, что сам коронавирус может до 28 дней выделяться в мазках, которые мы берем из промеркишки. Сам коронавирус, он очень сильно влияет на микробиом кишечника. Он изменяет микробиом, способствует дисбиозу. И длительный дисбиоз, он уже сам способствует возникновению других самых различных хронических заболеваний. То есть коронавирус действует сам по себе, его токсины действуют, скажем так. И очень часто неоправданная антибиотикотерапия, вот очень хороший вопрос, очень часто... Нас любят антибиотики. Да. Агрессивная антибиотикотерапия приводит к антибиотикоассоциированным диареям. Антибиотикоассоциированной диареей, это диарея, которая чаще всего возникает от, значит, скажем так, это называется псевдомимбонозный колит. Значит, возбудитель клостридии дефицелла, сложная клостридия. С ней немножко трудно разобраться. То есть она у очень многих в организме есть, но пока существует нормальная микрофлора или другие условно-патогенные, как бы клостридия себя не показывает очень агрессивно. А антибиотикотерапия приводит к тому, что изменяется микробиом кишечника и возникает антибиотикоассоциированная диарея. Также и возникает кандидоз кишечника тоже и другие проблемы. А какие методы диагностики существуют? Вот вы сказали про колоноскопию. Как правильно ее делать? Стоит ли ее бояться? Нет, ее не стоит бояться. Абсолютно. На сегодняшний день существуют очень цивилизованные методы седации пациентов, и пациент действительно не ощущает никакой дискомфорта. Делая колоноскопию, обязательно нужно брать биопсию. Это, к сожалению, не все врачи всегда этому следуют. Почему? Потому что в последнее время, да, последние два года, вот совершенно верно, из-за коронавируса, из-за других вирусов, как бы эпидемиологическая ситуация и в республике во всем мире изменилась, и желудочно-кишечные проблемы стали намного шире и больше. Но где-то лет 20 уже, скажем так, может быть, еще больше, 20-30 лет существуют еще микроскопические колиты. То есть пациент жалуется на боль, диавею, непереваривание, как они сами это говорят. То есть дискомфорт. Пациент приходит к нам и с ответом готовым к колоноскопии, что у меня все окей. Сказали, да, нет никаких патологических образований, нет изменения слизистых. В этом случае под микроскопом мы видим микроскопические колиты. Это коллагеновый, это лимфоцитарный колит. Они тоже требуют пристального, скажем так, изучения и правильного подхода к этим пациентам. Кроме того, методы диагностики это и обязательно пациенту нужно исследовать проверить кровь. Общий анализ? Общий анализ нет. На сегодняшний день существует очень много интересных исследований, где можно даже сказать о генетической предрасположенности пациента к тем или иным заболеваниям. Это берется из крови. Так, естественно, в общем всеобщее клиническое исследование должно быть, потому что одно время очень много, допустим, в Азбоджане встречались ситуации, когда у пациентов с перенесенным и им кажущимся вылеченным туберкулезом легких наблюдался туберкулез кишечника. Поэтому, да, это тоже в свое время очень-очень актуальная проблема была. Именно поэтому туберкулез нужно долечивать до конца, до победного, чтобы это все... Туберкулез нужно, да, если он лечится, потому что иногда в последнее время стали возникать как бы антибиотико-резистентные штаммы, устойчивые к лечению. Это плохо. Вот, да, к сожалению. То есть это исследование крови, это исследование КАЛА, это общеклинические исследования, это обязательно колоноскопия. В принципе, вот это вот бывает достаточно. Кроме того, еще и очень часто у пациентов, допустим, с язвенным колитом или с другими воспалительными заболеваниями кишечника бывает поражение печени геподобилиарной системы, печени, желчеводящих путей, могут быть поражения тонкого кишечника, как я говорила, и поражения других органов. Поэтому должны быть общеклинические исследования. То есть пациентов надо обследовать. Но все-таки как лечить колит? Как это происходит? Можно ли вылечиться полностью? Ну, в зависимости от того, какой диагноз поставлен. Если это безобидная форма, скажем так, какого-то удлиненного кишечника или слабой брыжейки, которая причиняет больным беспокойство, боли и прочее, то это просто соблюдение определенной диета-терапии и определенных правилов жизни это бывает достаточно. Если это, допустим, синдром раздраженного кишечника, то таких пациентов обязательно нужно лечить вместе с неврологами. Очень трудно бывает достучаться до пациентов, что вам нужен невролог. Иногда им бывает нужен психоневролог, потому что кишечник очень тесно связан с нервной системой человека. Если это заболевание, связанное со слабостью, допустим, мышечной стенки, или же если это заболевание, которое связано, там, допустим, возникает дивертикулярная болезнь, то тут уже таких пациентов больше должен отслеживать хирург. То есть мы наблюдаем, периодически санивуем, допустим, то есть это как назначаем определенное лечение, опять-таки определенный образ жизни заставляем их менять. Спорт, наверное. Да, но не тяжелая атлетика, а легкая атлетика. Она всегда предпочтительнее у пациентов с заболеваниями толстого кишечника. Намного предпочтительнее, чем тяжелая атлетика. Причем многие пациенты под спортом подразумевают ту тяжелую атлетику, которая может усугубить их состояние. А плавание? Плавание – это вообще гениальная вещь. В общем, все болезни, они могут, так скажем, облегчиться для пациента методом плавания. Если он будет правильно вести правильный образ жизни, обязательно всегда при заболеваниях кишечника должно быть достаточно большое количество клетчатки. Клетчатка – это что? Фрукт, овощи. То есть правильное питание, чтобы не было бы там застоя. Обязательно пациенты не должны вести малоподвижный образ жизни, как мы говорили. Потом, если это, мы говорим о аутоиммунных колитах, то там своя, совершенно своя специфическая терапия. Она отличается и строго, скажем так, ведется строго по протоколам. Есть ли какие-то болезни, связанные с желудком, с кишечником? Нам всегда говорят, что им нельзя есть то-то, то-то, то-то. Что при колите? Чего нельзя есть, употреблять? Ну, опять-таки, при этих аутоиммунных заболеваниях считается, что пациентам нельзя употреблять молочные продукты, при язвенном колите, допустим, и некоторые другие продукты, которые могут ухудшить состояние кишечника. Если у пациента, допустим, не заболевания толстого кишечника, а в основном проблемы, связанные с непереносимостью глютена, это сейчас у всех на слуху, то, конечно, это должна быть безглютеновая диета. Если пациент... Знаете как, вот мы иногда пациентам рекомендуем, чтобы в течение нескольких недель, допустим, месяц-полтора месяца, сидеть на диете, тоже очень сейчас актуально, она называется FODMAP, Low FODMAP, то есть не FOOD, а FOD. Это аббревиатура, это, значит, ферментированные олигосахавиды, дисахавиды, моносахавиды, вот это вот, и полиолы. Это пациент находит эту информацию в интернете достаточно хорошо, что какие продукты приводят к повышенному газообразованию, какие продукты ему могут давать дискомфорт и методом пробы и ошибок, исключая что-то на несколько дней, он следит за собой. Если через некоторое время он включает опять эту еду, если он видит, что конкретно именно от этого вида пищи у него усиливается дискомфорт, брожение или гниение, допустим, метеоризм, газы, боль и всё остальное, то пациент понимает и полностью уже исключает это из своего вациона. Вот как бы вот так. Это диетические рекомендации. Конечно, обязательно пациенту должно употреблять достаточно большое количество клетчатки, если нет к этому больших противопоказаний. А чем опасен колит? Что может быть, если человек не будет лечиться? Опять-таки, если разговор идёт о неспецифическом язвенном колите, то он, если пациента не отслеживать и не вести правильно, скажем так, там у этих пациентов слизистая кишечника перерождается, возникают вначале псевдополипы, которые потом могут изменять свой характер. и, естественно, что это онкологические процессы. У пациентов, допустим, с дивертикулярной болезнью, если вовремя всё не диагностировать, то у них тоже возникает перефорация, то есть как перитонит, вот такие ситуации. В основном это всегда нас настораживает. В основном нас настораживает перерождение... Во что-то другое. Во что-то другое, совершенно верно. Ну, на сегодняшний день, кстати, вот я бы хотела бы сказать, если буквально 20-30-40 лет тому назад любое онкологическое заболевание воспринималось как что-то очень тяжёлое, то на сегодняшний день онкология действительно шагнула вперёд. И есть... Как медицинское направление, да? Да-да-да, совершенно верно. И пациенты прекрасно и долго живут. Главное, всё вовремя обнаружить. Совершенно верно. Главное, всё обнаружить вовремя. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Конечно, хотелось бы очень много вопросов ещё осветить. Жаль, что у нас как бы время формат такой, что я не смогла ответить на все ваши вопросы. А я хочу напомнить, что на наши вопросы отвечала гастроэнтролог-гипотолог Арзу Гусейнова. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok